Преображая городское пространство, в этом году у Чебоксара вступили в федеральную программу «Наш двор». На ремонт и благоустройство выделят около 200 миллионов рублей. О чем мечтают жители города, какие идеи предлагают архитекторы, узнавала наша съемочная группа. Территория около дома номер 16 по улице Кадыкова. Качели, детский городок и пара скамеек. Стандартный вид любого Чебоксарского двора. Мария Шарова с сыном Федей здесь гуляет каждый день. Вот у меня сладенький, сейчас немножечко погуляем и пойдем домой. Чуть-чуть осталось, сейчас. Площадка находится по соседству со школой. Детей здесь всегда много. Ремонт делали недавно, но в этом году жители микрорайона снова ждут изменения. Их двор включили в федеральный проект. Я бы хотел, чтобы наш двор был огорожен, чтобы было песочницы, которые накрыты специальными чехлами от кошек и собачек. Стояли красивые клумбы, чтобы дети наблюдали и росли в красивой и безопасной атмосфере. Можно побольше различных разнотипных качелей. Нужно побольше скамеек, чтобы пожилого поколения было где присесть, пообщаться, отдохнуть. Чтобы хотелось выйти во двор и подышать чистым воздухом. Как преобразить чебоксарские площадки? Свои идеи предлагают и архитекторы. Некоторые замыслы уже воплотили в жизнь. К примеру, беседки вот такой необычной формы красуются на улицах Санкт-Петербурга. Так что положительный опыт уже имеется. Выполнены из древесины. Материал экологичный. Чистый, светлый материал. Очень приветливый во дворе. Очень уютный. Это то самое, что необходимо для двора. Выйти за рамки привычного. Такую задачу ставят перед собой архитекторы. Современный двор не должен ограничиваться какой-то забитой такой формулой. Турник, качеля, забор. То есть покрашенные маляписты и цвета. То есть надо рассматривать более широко. Взаимодействие в виде игры должно присутствовать не только для детей. Находясь в среде, где много необычных малых архитектурных форм, человек будет расти культурно здоровым, социально здоровым. Чебоксарским дизайнерам будет где разгуляться. В проект «Наш двор» вошли 47 дворов и 15 городских площадок, скверов, парков. В формировании списка участвовали сами жители. На данный момент разработан паспорт программы и установлены сроки реализации всех этапов. В соответствии с паспортом объекты введены в эксплуатацию до 1 октября 2017 года. Также в соответствии с требованиями мы должны утвердить правила благоустройства, скорректировать точнее до 1 октября 2017 года. И утвердить муниципальную программу формирования городской среды на 18 и 22 годы до 30 ноября этого года. Татьяна Леонтьева, Сергей Атушкин, Республика.